У нас сегодня праздник, у нас сегодня официальный представитель от компании Велбург. Ну нас-то все знают, а давай представим. Конечно, Наталья Иконникова. Ваши аплодисменты, представитель бренда Велбург. Сегодня Наташинка пришла не с пустыми руками, с лучшими, вашими, любимыми в том числе, предложениями, но и с эксклюзивными ценами. Цены дешевле, чем на вашем сайте. Это правда? Правда. То есть ниже, чем на сайте, друзья. Этим надо пользоваться. Наташ, ты знаешь, вот это мой любимый комплект, потому что здесь золотые ручки. Я обожаю сочетание серебра и золота. Тебе нравится? Да, это классическая расцветка. Но не только цвет, здесь достоинство данного набора посуды. Самое главное, здесь все основные размеры представлены. То есть купив этот набор, можно просто забыть о комплектации своей кухни. Потому что здесь и маленькие размеры кастрюль, и, соответственно, большая для семьи, для борща, для компота. Для холодца. Для холодца. Для оливье. Для оливье. Когда мы Новый год отвечаем на больших старых речек. И самое главное, уникальное достоинство этого набора в том, что, во-первых, все предметы у нас с крышками, а во-вторых, у нас есть сковорода, стальная сковорода с антипригарным мраморным покрытием. Что такое мраморное покрытие в сковороде? Многие телезрители только подключились, не понимают, что это такое. Мраморное покрытие – это мраморная крошка, добавленная в антипригарное покрытие. Это позволяет покрытию быть намного прочнее, чем обычное антипригарное покрытие. О, то есть это прочнее, чем обычное покрытие. Значит, и прослужит дольше. Ты знаешь, что это обычно одна такая сковорода с мраморным покрытием в магазине стоит 2-3 тысячи рублей без крышки. У нас с крышкой и не только сковорода, а каждый предмет. Что ты там приготовил в нашей сковороде? Наташа правильно все сказала. Мы рассказали об антипригарном покрытии. Но взгляните, Наташа, это аплодисменты вам от зрителей. Какая вместительность? Смотрите. Ой-ой-ой. Да я тоже приготовился. Как раз его приготовился. Сейчас, секунду. Какая вместительность? У нас большой цыпленок, громадный, весом практически 900 грамм, с легкостью поместился в сковороду. Сотейник, который вы получаете в комплектации. Цыплята табака. Пам-пам. Друзья, приходите к нашему вкусному столу. Если вы любите готовить цыпленка табака, он у вас обязательно получится в нашей сковороде. Но не только сковорода сегодня доступна для продажи, а целый набор 12 предметов сегодня по эксклюзивной цене. Так, со сковородой разобрались. Изумительная сковорода. Вместительность потрясающая. Высокий бортик, мне это тоже нравится. Два в одном. Да, два в одном. Слушай, давай теперь разберемся с кастрюльками. Насколько они качественные? Ну, это нержавеющая сталь. Соответственно, сталь нам служит до 25 лет. Ты что? Конечно. А что, у тебя нет кастрюли, которые от бабушки у тебя достаются? У меня нет, ну, бездовищественно. Я сегодня поговорю после программы с представителем компании Вэлбор. Вот. И еще здесь пятислойное капсулированное дно. А вот где вот это пятислойное капсульное дно находится? Как его рассматривать? Оно находится у нас, ну, зашито, как бы, в основном. Нет, да? Да, 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 да. То есть здесь вставлена алюминиевая прослойка для того, чтобы дно нагревалось быстрее, и дольше, и дольше держало тепло. Ага. То есть я тебя правильно понимаю? Быстрее нагревается, значит, электроэнергию экономим, ну, и газ тоже экономим в том числе, правильно? И дольше не остывает, правильно? Да, да, да. За счет того, что здесь вот это вот дно пятислойное. Здорово, мне нравится. Слушай, а для всех ли видов плит подходит? Конечно, да, для всех. Это сталь. Соответственно, для всех типов плит, включая индукцию. Включая индукционную плиту. Слушай, знаешь, чем мне нравится бренд Велберг? Мне нравится, как вы красиво дно расписываете. Вот прям сразу видно, что это качество, что это брендовая посуда. Наташа, я вот хотел бы телезрителям развеять, многие не знают, а для чего нужен ковш? Вот мне позвольте, как шеф-повару, конечно же, рассказать. Мы про капсулированное дно рассказали, мы рассказали о качестве нержавеющей стали, но мы не рассказали, для чего нам нужен ковш. Внимание, ковш используют в ресторанах для приготовления соуса. Нержавеющая сталь, которая никогда не окисляется. То есть ты можешь готовить кисло-сладкий соус. Вот для чего, как я сейчас приготовил, конечно, соус. Да не знаю, вот у Олега, может быть, только соус там и готовится. Наташа, я там кашку для детей готовлю. Да, 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 яички можно отправить. Вообще, мне кажется, это самое необходимое, потому что быстро разогреть каша, какое-то небольшое количество даже для себя одного, да. Соответственно, это незаменимая вещь. У меня ковшиков дома, допустим, больше, чем маленьких кастрюль, потому что они удобнее в приготовлении. Плюс длинная ручка, здесь можно и поджаривать, и варить. Ну что ж, ты знаешь, мне очень нравится, что ковш вообще здесь имеется в наличии. Лично я отказалась от микроволновки, я всегда супчик разогреваю именно в таком ковше. И он здесь не одинок. У нас здесь еще одна маленькая кастрюлька объемом 1,9 литров. Далее смотрим, 2,5 литра все с крышками. Следующий объем 3,4 литра. И 5,8 литров. Друзья, огромные кастрюли. И, конечно, сковорода-сотейник. Сегодня действует эксклюзивная цена. А теперь, девочки, минуточку внимания. Я хочу показать вместительность данной кастрюли, которая, внимание, 5,8 литра. Я здесь поместил большой кусок мяса. Вы посмотрите, как он развалился благодаря капсулированному дну и нержавеющему стали. Кстати, здесь мы готовили, давайте плавайте за мной, здесь мы готовили борщ на данном куске мяса. Борщ мы приготовили. А борщ, вы знаете, я всем говорил, что готовится, внимание, только из нержавеющей стали посуды. А подождите, скажите, он не будет ли киснуть в нашей посуде? Потому что, насколько я знаю, есть такая посуда, в которой щи-борщи киснут на вторые, на третьи сутки. Нет, киснуть не будет. Но это же нержавеющая сталь, она не окисляется. И, соответственно, для здоровья это самое, что лучше есть для хранения в холодильнике. То есть, даже рекомендуется все-таки с антипригарной поверхностью перекладывать в какие-то контейнера, то здесь этого делать не надо. То есть, сварили, поставили прямо так же в нашей кастрюльке в холодильник. И неделю наслаждаемся. Ух, неделю, это вообще феноменально. Вспомните, какие кастрюльки на вашей кухне дома. Лучше прямо сейчас бегайте на кухне, посмотрите, переверните, донышко изучите. Не бойся, уже старенькие, непригодные, выбрасывайте, даже не задумывайте, выбрасывайте. И приобретайте по доступной цене только сегодня 12 предметов. То есть, вы сразу можете очистить свою кухню от посуды и заказать новые, и больше вам ничего не пригодится. Здесь все необходимое, правда? Да, да, да. Так, Олег, что ты там дальше еще приготовила? Я еще хотел продемонстрировать, в кастрюле вот всегда задают вопрос, что можно приготовить в кастрюле, внимание, объемом 2,5 литра. Можно потушить картошку с мясом, можно приготовить кашу. Звоните прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok